Канобу.ру представляет «Герои меча и магии» — сериал, к которому в России особенное отношение. Поэтому любая кардинальная перемена воспринимается поклонниками крайне болезненно. Многие принципиально не признают четвертую и пятую части как истинно геройские. И, надо признать, шестая глава развивает идеи своей предшественницы. Пускай история начинается за четыре сотни лет до событий «Героев 5», но все вокруг уже напоминает нам об Асхане той эпохи. Возьмем карту. Деревья, горы, строения трехмерные. Масштаб можно уменьшать, увеличивать. И на приближенные изображения уже не стыдно смотреть. Однако обзор камеры строго фиксированный. Каждый уголок мира не обшарить. Та же ситуация с полем боя. Разглядеть «Войнов» мы можем вплотную, но лишь с единственного ракурса. Еще одно серьезное изменение — новая концепция «Героев» ближе к ролевой игре, чем к стратегии. Количество ресурсов уменьшилось до четырех. Дерево, руда, золото и кристаллы. Причем лесопилки и шахты просто так, по старинке, не захватишь. Зачастую они привязаны к поселению, которое контролирует соперник. Взял замок и стал владельцем шахт, заводов и пароходов. Систему развития навыков и умений вновь перекроили. Теперь каждый ваш подопечный будет действительно уникален. Помимо ознакомых до пятой части уникальных расовых свойств, нас ждет разветвленное дерево способностей, разбитых на категории. Например, магия. Забудьте о волшебных гильдиях. Заклинания приравнены к способностям. А это значит, чтобы что-то выучить, нужно потратить некие очки опыта. Очередной кирпичик в ролевую составляющую — репутация героев. В зависимости от ваших действий ползунок на соответствующей шкале смещается, условно говоря, в сторону добра или зла. Это позволяет приобретать новые навыки, уникальные для каждой из градаций. Больной темой является городская реформа. Безусловно, уникальные здания, дающие бонусы, похожи на те, что воздвигались при появлении в замке Грааля или Слизы Асхи. Два новых элемента значительно упрощают игру. Захваченное поселение можно обратить в свои. А сбор новобранцев по их жилищам на карте и вовсе упразднен. Все источники пополнения войск, находящиеся под вашим контролем, автоматически поставляют бойцов в начале каждой недели прямиком в ближайший замок. Внутренний экран замка все-таки сохранили, хотя по нему сложно отследить развитие поселения. Лучше всего эволюция города заметна на карте местности. Пожалуй, меньше всего изменений претерпела боевая система. Как и в предыдущей части, поле разбито на квадраты, атаки и движения совершаются по восьми направлениям. Внизу — динамически изменяющаяся полоска очередности ходов. Новшество — горячие иконки рядом с меню сражения. Туда можно перетащить заклинания или активацию специальных умений. Конечно, сами типы сражений бывают разными. Это и дуэли, и схватки с боссами, и некие задания в стиле продержаться 10 раундов и не погибнуть. Приятно удивило, что, несмотря на прогресс и тотальное стремление издателей вытащить игроков в онлайн, в шестой части сохранили так называемый «Хот Сид». Он включает в себя как минимум два режима — обычное пошаговое сражение на карте или дуэль с определенным набором монстров, где все решают ваши личные тактические навыки. Творческие натуры наверняка попробуют силы в создании карт. Придумывать свои сценарии можно и без навыков программирования, этакий реверанс в сторону классики. Хотя в третьих героях обращение с редактором было куда проще. Рассказывать о героях можно долго, но лучше дождаться полной версии игры. Хотя многие поклонники скептично относятся к попыткам растормошить застоявшийся жанр, нам крайне любопытно, что же все-таки получится в итоге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова